Обновленное меню, дегустация блюд, экскурсии для детей по пищевым производствам города, новый автопарк и многое другое. Такой насыщенный год выдался у комбината школьного питания «Глобус», но обо всем по порядку. Основной задачей комбината школьного питания остается и оставалось обеспечить школьников питанием, которые отвечают принципам здорового питания. Когда ребенок начинает ходить в школу, требования к его питанию меняются, ведь у школьников довольно большие психологические и умственные нагрузки. Конечно, качество и безопасность, стандарты и нормативы – это все дело взрослых, а детям очень важно, чтобы было вкусно, красиво и, главное, модно. За прошедший год меню в школьных столовых поменялось кардинально, оно стало разнообразным и еще полезней, и по-своему домашним. Так школьники теперь могут на переменах перекусить оладушками или блинчиками. Из любимых блюд, адаптированные под школьное питание – наггетсы, люля-кебаб, котлетки и, конечно же, пицца. Мое самое любимое блюдо, наверное, будет, когда нам давали запеканку. Я почему-то очень люблю запеканку. Сейчас, по моему мнению, у нас стал как-то более оригинальный буфет. Там стали больше выпечки продавать, даже появилась новая выпечка, которая продается в других магазинах, например, которые я сам вообще не видел. Твоя самая любимая блюдо? Мне нравятся котлета и гречка. Ну, еще когда кладут еще какие-нибудь овощи. Столовая мне как раз таки нравится своей атмосферой домашней кухни, домашней атмосферы и все вместе. Это очень хорошо влияет на успеваемость, так как нет вредных продуктов. Все сбалансировано, правильно, сытно. Довольны дети, довольны родители. Взрослое поколение в приятном шоке, что теперь дети охотно посещают столовую и каждый день делятся эмоциями, что пробовали новое блюдо. Это не просто небо и земля, это разные вселенные. Потому что раньше было более постно, более спокойно, более по-советски, я бы так сказала. Сейчас идут навстречу родителям, желаниям детей. Ну и все для детей в наше время, соответственно, хочется их удивить, накормить и обрадовать. Я всем довольна, как мама. То есть у меня каждый день дети говорят, вот сегодня дали то, а мы съели все. Также комбинат настроил работу с директорами школ. Предложения по новым блюдам, разные эксперименты с меню. Все это предлагает комбинат. А директора только успевают обрабатывать все новинки. Мы даже не успеваем задавать какой-то тон, какие-то там вносить инициативы свои. Потому что КШП сейчас работает, в общем-то, прям, ну буквально очень оперативно. Они нам предлагают блюда разные, да, вот у нас, допустим, там появилась люля-кебаб, да, или там какая-то определенная выпечка. Они нам это говорят, а вот, вот знаете, у нас будет вот это, вот давайте попробуем, а давайте посмотрим. Основная задача комбината – сделать свою работу максимально прозрачной. Для этого проводится дегустация новых блюд вместе со школьниками. Все меню могут попробовать и сами родители. Блюда на постоянной основе проверяет Роспотребнадзор. Тем самым комбинат выдвинул политику, что школьное меню может попробовать любой. Есть ли в этом риск – не думаем. Риска здесь никакого нет. Это вообще один, наверное, из залога успехов, я бы так сказал, да, из залогов успеха в комбинате. Почему? Потому что в таком случае нам удастся, ну, скажем так, не прикрыть какие-то стороны в работе комбината, а наоборот, да, там, повысить доверие. То есть вот когда у человека есть доверие, особенно там, там, к сфере питания, вот, то тогда рисков здесь никаких нет. Стоит отметить, что за прошедшие два года количество негативных обращений снизилось на 90%. Это значит, что работа идет в правильном направлении. Но и на этом комбинат останавливаться не собирается. Предстоит глобальное изменение меню, то есть мы тоже пересматриваем сильно позиции, потому что есть позиции, которые все равно в этом меню зарекомендовали себя не очень хорошо. Выводы определенные сделаны, мы их переработали, посмотрели, и в следующем году меню будет новое. Как итог, за последние два года школьная столовая стала местом притяжения всех школьников. Это заслуга большой команды, представителей комбината, директоров, школьников, поваров и родителей. Совместная работа создает идеальные условия питания наших детей. Продолжение следует...